Получилось, что мы были несколько дней назад в УАКО, на станции «Стой помощи». Мы когда разговаривали, спрашивали. Учитывая, что разговор такой открытый не получился, потому что Татьяна Владимировна, которую мы стали пытать покупать зарплату, она говорит, что есть проблемы, но все рядом стоящие нашли и говорят, что у нас хорошо. Насколько я сейчас смотрю и читаю в средствах массовой информации, какие-то новые тарифные у вас сетки и, по-моему, насчитается зарплата. И я просто вижу из тех сообщений, которые идут, что якобы идет снижение. Причем снижение связано с тем, что вот эти дополнительные выплаты, они уменьшились. Мы говорим о том, что у нас все улучшается. Как на самом деле это? Я думаю, что в том плане, что уменьшается... Да вам можно уже говорить, что работа в 48 лет, все то, что вы думаете. Но для нас, в общем-то, очень волнуется. Все есть коллектив, что и не только у нас в скорой помощи. Я думаю, что это проблема скорой помощи России, так сказать. Не только у нашего Балашова. Что у нас великолесная, всю жизнь привлекательной была работа в скорой помощи, потому что зарплата была побольше. Почему? У нас великолесные 80%, у нас были начинные 100%. Теперь, как нам объяснили, что будет немного другое исчисление зарплаты. То есть мы зарплаты не потеряем. Дорожная карта останется, она будет поддерживать. Но мы будем смотреться, как это будет, мы еще пока не знаем. И ощутить того, что она у нас снизилась зарплата, пока еще нет. У вас как раз? Ну, а там? Как раз? Поставить. Вы не закладывали. Вы не тянете. Главное, это те рабочие власти, что у нас были. У нас был бы человек толерантный. Ну, сейчас, бля. Материчный.